Сегодня мы будем с вами обсуждать топ самых неправильных перекусов, которые почему-то считаются правильными. Сразу сахар попадает в кровь, и я вам гарантирую, что через полчаса вам захочется есть. Не выходя из молочного отдела, мы нашли еще перекусы, которые нам не подходят. Давай начнем с обезжиренного творога. Первое. Экономия на калориях, человек лишает себя других достоинств творога. Во-первых, обезжиренный творог, в нем абсолютно не усваивается кальций. Во-вторых, в обезжиренный творог добавляют другие субстанции, которые сохраняют его форму. То есть смотри, если мы откроем эту упаковку, творог в принципе останется квадратной формы. То есть смотри, если творог обезжиренный, по сути он должен быть сухим, рассыпчатым, но почему-то он форму держит. То есть отказываясь от жиров, которые придумала природа, животных жиров, мы делаем выбор в пользу каких-то субстанций, которые просто удержат эту форму. Поэтому это огромный ущерб фигуре, здоровье прежде всего. И я считаю, что не нужно отказываться от жиров, которые придумала природу в пользу непонятных каких заменителей. Более того, еще раз подчеркну, что в таком твороге кальций не усваивается вообще. Это, по-моему, самое важное. И абсолютная противоположность, это второе, да? Да, да, да. Это просто кусок сахара. Эти сырочки, смотрите, если вы хотите перекусить творожком, и вам кажется, что это полезно. Я вас спешу разочаровать, потому что в таких творожках огромное количество сахаров, огромное количество всяких сиропов. Тут еще часто вставляют печенечку с сумасшедшим гликемическим индексом, которая тоже гарантирует вам голод через 15-20 минут 100%. То есть, опять же, кстати, по калорийности он тоже будет что-то типа 350 килокалорий. Итак, третий перекус – это всевозможные сырки, начиная от обезжиренных и заканчивая глазированными и достаточно жирными. Да. Оставляем их тоже, да? Да, конечно. Смотрите, еще есть одна уловка производителей. Очень часто я вижу, как девушки покупают себе хлебцы в качестве перекуса, потому что это клетчатка, потому что, в принципе, они такие вкусненькие, и как бы это для грубых волокон, мало калорий и достаточно частый перекус. Смотри, есть принципиальная разница. Есть хлебцы вот такого вида, которые, в принципе, представляют собой смесь либо муки грубого помола, либо зерен, которые просто с определенным способом, там, при высоком давлении просто подвергают специальной обработке, которая превращает их вот в такие вот брикеты. И есть хлебцы вот такие вот продолговатые, которые, в принципе, очень вкусненькие, но я скажу, что между ними принципиальная разница, потому что если вот такие вот брикеты суперполезные, они действительно содержат клетчатку, они достаточно некалорийные и полезны для нашего организма, то такие хлебцы, они приготовлены в основном по технологии хлеба, они содержат дрожжи, они содержат всякие даже эмульгаторы, я тебе сейчас скажу по составу. Смотри, они содержат дрожжи, иногда даже муку высшего сорта, что, в принципе, не нужно допускать. И такие хлебцы достаточно легко съесть. То есть, по сути, вот эти хлебцы, это все равно, что 2-3 куска хлеба, но едятся они намного легче, чем хлеб. То есть ты, по сути, съел 2-3 куска хлеба, и для того, чтобы, например, съесть хлеб, будет слишком сухомятка, мы его особо не осилим. А такие запросто ты съешь. При этом ты съешь, сейчас тебе скажу, тоже 350 килокалорий на секундочку и 64 грамма углевода. А пачечку такую съесть за раз легко вообще. Вообще намного вкуснее, чем хлеб. А еще и с намазкой и овощами. Замечательно, да. Поэтому я хочу, чтобы, опять же, наши телезрители были внимательны. Эти хлебцы, они действительно содержат грубые волокна. Эти хлебцы содержат и дрожжи, и лецитин, и всякие антиоксиданты. И они, по сути, приготовлены по технологии хлеба. То есть, по сути, вы как бы кушаете 2-3 куска хлеба. Пустую. Пустые колоколы. Итак, перекус номер 4. Это хлебцы, которые, в принципе, приготовлены по технологии приготовления хлеба. Избегайте их в том числе. Итак, пришло время подвести итоги. Сегодня мы говорили о перекусах, которые кажутся нам абсолютно безобидными, но на самом деле они только вредят нашей фигуре. Давайте вспомним. Это был обезжиренный творог, это были сырки, это были мюсли-батончики, это был питьевой йогурт, это были неправильные хлебцы. Все? Я что-то запустила? И просто обычные йогурты тоже в том числе. Стоит ли говорить о перекусах, которые явно неправильные, и что еще к этому относятся? Ну, конечно же, перекусы типа плацин, булочек, печенюшечек, сухариков мы, естественно, исключаем. То есть сегодня мы говорили о скрытых врагах фигуры, то есть если это откровенные враги типа булочек, конечно же, мы должны их избегать. Будьте бдительны, и тогда ваше тело, ваша фигура ответят вам взаимностью, и вы будете радоваться своему отражению в зеркале. До встречи, друзья!